Добрый день, дорогие служа, получаю дорогие. Сегодня мы представляем наш проект. А где наш директор студии? Да, стоял, стоял. А, я прошу вас, пройдите сюда. Игорь Владимирович, а Григорьевна, стоите здесь, мы там. Мы сегодня представляем наш проект. Музыкальный приключенческий род мумии, который мы готовили три года. Слава Богу, что наступают такие приятные минуты, когда мечты сбываются. Вот, хоть это звучит как глузный Газпром, но все равно это приятно. Я хочу представить членов нашей группы, после чего вы можете задавать вопросы, и мы все с тобой смогли ответить. Слева актер, для которого будет это дебют, Сергей Ситаркевич. Французский актер, который живет в России, в Санкт-Петербурге, Оливье Сио. Он играет у нас Ларса, очень такого интересного, комедийного, неожиданного героя. Это тоже, по большому счету, дебют. Антон Яковлев, французский наш соотечественный. Играет в одной из главных ролей Бернара. Это такой российский Денель Крейг, я его так назвал. Вот, Антон, по-моему, правильно. Да, представляю генерального дилектора «Лимфильма» моего друга Эдуарда Пичугина, с которым мы нашли по этому проекту общие, так сказать, общие должности, совокосновения. И вообще, вы знаете, сегодня нам очень трудно снимать кино, тем более большое кино. Поэтому я хочу вам благодарить «Лимфильм» за участие в нашем проекте. Мы хотим показать этот город совершенно потрясающим, красивым, таким, как он есть, без всяких негативных отступлений. Да, рядом со мной сидит еще один мой друг, Константин Шустарев, композитор, лидер Бога Пушкин, один из идеологов этого проекта, потому что рок-музыка – это целая философия. Поэтому, воспитываясь в духе вот этих великих, таких, как Джимми Эндрикс, Тяныш Тёплин, Дайцентарин, Тепарпал, Назарин и так далее, Вдруг, сегодня получилось так, что мы в нашем проекте будем снимать нескольких великих легенд современности. Это Накет Хюнсли, лидер группы Юрахид, Дэн Маккаферти, группа Назарет, Удор, группа Акцепт немецкая. С ними контракты уже заключены, мы их ждем с 18 по 23 сентября в Санкт-Петербурге. Мы с удовольствием вас пригласим на это мероприятие, на господинансирование. Дальше представляем еще одного моего друга, Самина Сипова. Вот, Сами, извините, это при конференции не аплодирует, естественно. Почему Самина Сипова? Честно признаюсь, наш главный герой в картине, которая по прозвищу «Медведь», начало до конца, из Англии, везет нашу героиню в Санкт-Петербург. Трудность ли быть человек, который прошел белье, он личная жизнь ему не совсем была гладкой. И благодаря тому, что все эти компоненты у него есть в жизни, мне кажется, он очень точно подходит под эту роль. Я не буду скрывать, что когда наш представитель Афгана встречался с Сами, по поводу продолжения этой роли, сценария, она еще предложила эту сценарию Миссану Апересову, еще нескольким актерам. Аперес очень хотел сыграть эту роль. Но, мне кажется, он такой герой-любовник, романтический такой образ, и не совсем, честно говоря, он подходил на эту роль, поэтому, естественно, выбор остался за Самина. Я уверен, что именно с этой картины у него начнется второе, так сказать, второе предшествие в кинематографе европейские и возможные мировые. Дай Бог, чтобы это случилось. Дальше наш сотрудник нашей компании по международным связям Степан Савинонов, агент, агент Сами Бритит Бель, я бы аплодировал. Исполнительница одной из главных ролей нашей картины Манлен, дебютантка тоже Маргарита Крам. Выпускница щетки у... У нас был мастер? Борис Клюев. Борис Клюев. Да, да, да. Далее дебютантка тоже, которая играет у нас главную роль девочки, Алиса Рени. Еще, нет, Карина не дебютантка, она уже, это ее четвертая картина, Карина Гертусян, актриса, и дебютантка Женя, тоже Гертусян, тоже дебютантка. Вы знаете, я очень надеюсь, что эти новые лица, как свежий глоток, будут в нашей картине. Очень надеюсь. В общем, так я сказал, что мне хотелось бы. Мы планируем выход картины осенью 2016 года. После Питерского блока мы до конца соревнования в Санкт-Петербурге. Потом у нас европейское турне, Англия, Франция, Бельгия, Германия, Белоруссия, Эмираты. И после опять возвращаемся в Санкт-Петербург, снимаем декорацию. Так как финальная сцена у нас происходит на Исаевском соборе, но при всем большем шагане мы там, на самом деле, снимать мы не можем, потому что там это невозможно. Мы решили построить это все в павильоне и сделать нормальную рабочую обстановку. Большое спасибо. Если вопросы есть, давайте будем отвечать. А почему три года готовились к съемкам? Где-то я читал, что Мегерук в городе будет участвовать, да? Да, насчет три года. Мы просто два года писали сценарий. И год еще готовились к запуску. Мы год уже подготовительных работали. Да, у нас должен был поплавоваться, у нас Мегерук. Вы знаете, ну, мы предполагаем, Господь Бог располагает. Он взял, сделал себе пластейскую операцию, и он теперь просто не похож на себя. Ну, снимать другого актера под вид, хирург, под виду, очень крутится. Так, замену у нас, я не буду сейчас говорить, есть очень тоже хороший актер, планируемый Гореводский тоже актер. Вы его очень хорошо знаете. Мы же связались с его агентом и говорили... Он снимает сейчас сам картину. Это Роберт Даниилов. Он снимает кино свое, как режиссер. И нам предложили, если вы очень хотите, тогда приезжайте в Лос-Анджелес, там можете, там, возьму, что мы вам можем предоставить. Но это в конце всех наших съемок. Поэтому он не зависит ни от погоды, ни от времени года. Во-первых, прежде всего, я хочу сказать, что я с 13 лет и сижу за мотоциклом, управляю мотоциклом с 13 лет. И, соответственно, уже благодаря этому я практически подготовленный. Это Jean-Road Mouli, и он меня очень понравился. Это milieu байкерс. В Франции есть milieu байкерс, который называется «Les-Анс-Анджелес». Это байкерская среда, и во Франции я хотел бы отметить, у нас есть байкерское сообщество под названием Лос-Анджелес. И я встретился в моей молодости, с которыми я встречался, с которыми я пересекался в моем молодости. Музыка. 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 Открыты себе замечательные города, те самые города, которые описаны в этом сценарии. Вот, пожалуй, все. Светлана Мазурова, Российская газета. Я режиссеру вопрос. Вы режиссер и продюсер этого фильма, да? И частично, и автор сценария, да? Да. Фильм «Путешествие» начнется в Петербурге, а вот эти страны, вы перечислили Англия, Франция, Белоруссия, это будет путешествие по всем? Фильм начнется в Англии. Фильм начнется в Англии, где русская девочка, которая учится в Кембридже, узнает, что ее отцу угрожает опасность, и она должна спасти его. Ну, из-за отсутствия документов и ситуации, когда за ней охотятся разные группировки, так сказать, спецслужб и криминальных структур, значит, ее везет в Россию друг отца на своем байке. Вот. И таким образом они незаконно пересекают многих границ, где им помогают братья-байкеры. И как ни странно, вот мы, когда писали этот сценарий, мы не предполагали о байкерском каком-то движении и о том, что это вдруг может быть модно. Да, может быть модно про байкеры сейчас не наступят. А вот посмотрите, что произошло, когда День Победы, чем у нас на его, потом были, перейти границу и не разрешили с Польшей. Тогда польские байкеры взяли эти все цветы и так далее, и так далее, да, вот памятные вещи, и сами повезли. То есть это говорит о бранстве, духе. Если бы, я не знаю, если бы президентами всех Евросоюзов, стран Евросоюзов, назначили бы байкеров, каких-то чартеров, да, может быть, дружба была бы гораздо крепче и яснее, чем то, что сейчас мы наблюдаем. А Вы хорошо знаете Петербург? Вы здесь работаете? Нет, я работал здесь давно. Мы снимали сцену о кричении Николая Второго Христова на Ленфиме. в том помене, в котором есть здесь, где-то на крае, как мы говорим, ну, на двух снях. Да, 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 сняли. Мне просто безумно нравится этот ролик. Я хочу, чтобы, и мы собираемся снимать, да, я хочу представить оператора картины, два характера, я, вот он, да, он снимал несколько знаковых картин, типа Платона, поцелу через, сквозь стену и так далее. Очень грамотный, подготовленный человек, который, я знаю, которому потом все лидерцы будут благодарны, как красиво он будет помочь им. Мы нашли точки, ракурсы из разных крыш, из каких-то таблей, не знаю. Знаете, когда Питер вымерет частью Амстердама, частью Венеции. То есть, мы хотим, чтобы все, которые посмотрели нашу картину, напрочь у них пропало желание, что по российским городам не твит. А художники у вас какие будут, откуда? Художники у нас, вся команда постановилась на Этьмосфильма. Это Юрий Зеленов, опытный человек, наш креативный продюсер и соавтор Сергей. Сергей Акопов, идем. Сергей, он работает. Работает. Это наш московский динозавр, который начал еще с картины... Начал с картины Томатю Томатю Томатю, его превосходительство, большая перемена и так далее. Который работал со всеми метрами, включая вот эту последнюю картину. У Гортика, там, Тарас Гульбун курировал на компании. Художник-постановщик, я сказал, Юрий Зеленов. Художник по костюмам Татьяна Евгеньевна. Еще бы с Эльфильма взяли. С Эльфильма мы взяли весь второй состав. Победим. Я думаю, что это очень достойный. Уже работают. А можете вопрос конструктивного? Скажите просто о саундтреке. В саундтрек входит девять песен. Они, в общем-то, основываются на том материале, который был выпущен в 2011 году по всему миру. Наши гостики, где мировые звезды спели наши песни. Там было 20 человек, Элис Купер, Билли Гиббинс, Стив Вай, Умор и Теркор. В общем, Хьюз – целое созвездие людей, которые спели наши песни. И, конечно, когда родилась идея сделать эту картину, то, конечно же, байкерское движение и рунг-музыка – это одно целое. И мы делаем такой очень насыщенный саундтрек, где будут исполнять песни, конечно же, Дэн Махаферти, Лута Диршнайдер и Хэнсли. Также там будут еще исполнять песни молодая привица Верда Бертрудова. Очень красивые песни. В общем, это будет насыщенный такой саундтрек. Ну да, даже не исключительно. В общем-то, этот сценарий предполагает такую динамичную музыку. Один из саундтреков мы сегодня вам покажем. У меня вопрос. Да, пожалуйста. Девушка, давайте. У меня вопрос, кстати, Насыри. Вы говорили, что вы мечтали приехать в Россию. Вот Жерар Дюкордея переехал в Россию. А вы бы хотели переехать в нашу страну? Он не переехал, он только гражданство получил. Почему? При этом, если бы я сохранил свое гражданство французское, алжерское, я бы с удовольствием взял гражданство российского федеранства. Такой первый день только в России. Сегодня вот первый день. Второй день. Второй день. А съемки завтра начинаются, можно сказать? Только лучше с участием наших французских актеров. Просто в телеканал Санкт-Петербург. У меня тоже вопрос комиссии Насыри. Ближе к работе. Вы сказали, что вы мечтали поработать в России. И если так говорить о том, что такое road movie про байкеров и Петербург, здесь все-таки 60%, правильно? Как вам декорации Петербурга на ваш год подходят, не подходят? Удивили вас? Не удивили? Все-таки, если вы первые работаете в России, может быть, ваше первое впечатление о стране или городе, именно эпичный персонаж. Спасибо. Вчера после обеда я приехал первый раз сюда на примерку костюма. Уже ночью то, что я успел увидеть, это было замечательно. В течение двух дней, это еще более замечательно. Вот сегодня уже мы только что поднимались на крыше, и там я давал интервью, и невозможно посмотреть. Мы можем admirать все эти купола, покрытое золотом. Это восхитительный город. Это очень красивый город. Григорь вчера показал мне уже некоторые элементы фильм, которые влияются. И я вам скажу честно, положат в это сердце. Да, даже не гладя нашего режиссера по шерстке. Да, я честно хочу сказать. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Здесь видно действительно масса, здесь видно, что это очень серьезно. Оксана Тимофеева присутствует на студии фильм Макросском Сиэна Сири. Этот год объявлен на стороне годом литературы, а следующий год наш президент объявил годом кино. Вопрос такой. С какими произведениями классики из российской, возможно, советской литературы и кинематографа Весен Сири знакомы? Спасибо. Спасибо. Да, немножечко совершенствуясь, так сказать, в своей профессии, я имел возможность поработать по сетям Достоевского. Станислав. 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 Я видел здесь, как все, что это императивная, да именно императорская форма. Это императивная, да именно императорская форма. Это императорская форма. Это императорская форма. Что касается ведьм литературы? Я не читал, может быть, великих авторов русских. Конечно, можно сказать, я не такой очень большой фанатик именно литературы в чистом виде. Я, наверное, все-таки сильный фил, тренофил. Я люблю читать сценарии, вот эти красивые сцены, сцены, сцены. Можно еще вопрос? Комиссия Насари снова. Хотела бы узнать у вас, во время съемок, какие сложности возникали и что было сложнее всего для вас? Получается, какие сложности вас ожидают? Вот, полагаете, что вы? Ну, прежде всего, хочу сказать, что сложности, как таковых, я уже не вижу, благодаря тому, что вокруг меня собрались профессиональные, просто собрались профессиональные прекрасные команды. И, после того, как я снимался в 52 фильмах, в различных странах, без претензии, 5 притературы и 1 банк, я думаю, что я получил в панель метре и реже, без всяких претензий. Я прекрасно садаптировался практически мгновенно с Григором и со всей его командой. Дело в том, что трудности могут быть такого содержания, даже об этом в самом начале нашего проекта был американский партнер, который просил и требовал граждан, чтобы обязательно выкинулись на английском языке. Дело в том, что сами не говорили на английском языке. И многие наши актеры не говорят тоже на английском языке. Как в моей практике был случай, когда люди пытались говорить на другом языке, не владеете языком. И у них получился каламбург. Или они должны выговорить текст, или они должны сыграть. Когда я понял, что одновременно то и другое не получается, я пошел на то, чтобы пусть каждый говорит на том языке, который он владеет. Для этого есть мастера-ближа, который потом сделает вместе с авторами фильма всю звуковую часть. Поэтому, значит, сами... Да, много у нас франкоязычных актеров, поэтому нам этой проблемы не стоит. Но главная героиня, из которой он будет постоянно, ну, чем теология, в конфликте и в радости... Вот предстоит вот этот момент, я думаю, когда они вышибают текст и начнут говорить друг к другу на разных языках, это, может быть, забавно будет, но это будет органично во всяком случае. Вот так. Спасибо. Еще. То есть будут идти титры, будет один язык, да? Может быть, много... Нет, нет, нет. Мы будем кино снимать на русском языке. У нас будет русский вариант для России СНГ, для Европы будет французская версия, вот. Вот. И если наши канадские и американские друзья подключатся к нам, и о чем они об этом говорят, можно сделать еще английскую версию в Лос-Анджелесе. Вот я вижу здесь Лариса Рудман, наших друзей из известной литерской компании. Корректор А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА